Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня я вам расскажу про один свой старый проект, довести который я решил все-таки до ума. Вообще, планировалось, что это будет коллаборация с итальянским ножевым брендом Extreme Razzio, брендом-амбассадором которого я еще пока по сей день числюсь на официальном их сайте. Этот нож я стал показывать только недавно. Вообще, проект был, вот этот прототип Виталия Мканоненко был сделан в январе 2021 года, так сказать, в разгар пандемии. Однажды мне попалась картинка, где Энтони Морфионы, будучи еще сотрудником Майкротека, отправил ряду очень известных различных ножеделов и ножевых дизайнеров свой нож Майкротек саком Delta. Причем он его отправил, когда вместо клинков была лопатка. И каждый сделал свое видение этой дельты. Я подумал, что это клевая идея для того, чтобы реализовать из какого-нибудь ножа типа МФ-1 нечто похожее на Химеру. Да, вот это немножко не то исполнение, которое было в том старом ролике, но плюс-минус было понятно. Моя задача была, так сказать, поженить эти два ножа. И вот таким вот образом как раз и появился вот этот вот прототип. Сделанный Виталием Каноненко. Вот там вот есть маркировка об этом. Вот не знаю, будет вам видно. Нет, там написано 01-21-06. Это первый месяц 2021 года, шестой нож в месяце. Сделан из стали К390 с термообработкой Old Knife. Вот так примерно это все получилось. За одним исключением, что у нас экстрема вся на шлицах, вот здесь идет. На тот момент решили сделать с торксом. Но потом мы это дело исправим. Здесь были сохранены все элементы экстрема рацию. Собственно, вот эта вот выборка, вот эта вот вещь для перехватов, для удобства. И, разумеется, конечно, клипса. Были приданы более угловатые формы этого ножа. И, в принципе, мы там нож съездил в мае на завод в Prato. Посмотрели, все понравилось. Обмерили там, обтри-дешили. Сказали, что выпустим в 2022 году. И буквально там через пару месяцев приходит мне уже 3D-шка. И это вообще другой нож, не похожий на то, что я нарисовал. Я говорю, ну как же? Они говорят, вот мы увидели так. В общем, я не могу вам, к сожалению, показать эту 3D-шку. Потому что нельзя. Есть определенные прописные обязательства. Обязательства, ну скажем так, это стало похоже очень сильно на то, что сейчас называется Каймана Неро. Вот. И, собственно, с 24 февраля 2022 года я не получил ответа ни на одно свое письмо, кому бы я из компании не писал. Ну, так бывает. И я решил довести проект до ума. И выпустить его в России. Ограниченной в серии, чтобы, так сказать, закрыть гештальт. А теперь в руках у меня уже готовый серийный прототип. Который уже сделан в России на шайбах. Но только на нем были решены некоторые моменты. Да, опять же, со шлицом. И по весу он весит меньше, поскольку здесь фрезерованный. Лайнеры с облегчением. В общем, все внутри по красоте. Сегодня я вам про него и буду рассказывать. Висит нож 145 грамм. Это вот такие два толстых лайнера по 2,5 миллиметра. Титановые. Они внутри облегчены. У них есть фрезеровка. На том, что является замком, фрезеровка не сквозная. На том, что противоположная сторона, вот эта вот, на которой одна только плашка, там сквозные фрезеровки. Для чего так сделано? Для того, чтобы не терялась, собственно, жесткость. И вы видите, что выглядит этот нож ровно как прототип. За одним исключением, что прототип у нас был с блэквошем и весил 160 грамм, поскольку там лайнеры были не облегчены. Осевой исправили на шлиц. Соответственно, второй винт тоже было решено сделать именно тоже шлицевой. Так удобнее на самом деле. Причем это все крутится одной битой. Длина рукояти 121 миллиметр. В 16-ом толстом месте. Спейсер тоже титановый. Вот здесь у нас темлячное отверстие. Присутствует у нас глубокая титановая клипса, которая переставляется на противоположную сторону. Вот здесь у нас винт под головку 8, либо под этот ключ на 8, что сюда этот битоприемник не лезет. Потому что битоприемник у нас 6 миллиметров. Что касаемо клинка. Вот такой вот клиночек с долом. На прототипе здесь был дол на обухе тоже. Здесь же у нас вот эта насечка, которая сейчас присутствует на актуальных поколениях химер. 89 миллиметров длины клинка. Из них 87 полезных. 3,5 в обухе. Сталь на клинке магнокат. Заявленная твердость 62,63 единицы. С криво со всеми делами. Могу предположить, что с твердостью тут будет все хорошо. Так, вот здесь у нас есть гребеночка. Ой, заноска. Так, давайте где-нибудь, наверное, здесь. А легко. Легко и вот так глубоко. Мой экземпляр уже после заточки 0,3 и 0,35 на кончике. Все это дело работает на шайбах перфорированных, толстых, из бронзы, 34 миллиметра ширины и 20 из них это прямой спуск. Все это дело у нас stone wash и потом сделана галтовка. То же самое у нас сделано со всеми элементами, включая клипсу и фурнитуру. Нож в руке сидит хорошо и заполняет ее тоже отлично. И выглядит он на самом деле прям супер-супер тактикульно. Причем обратите внимание, что карбон матовый. Он запесочен и отгалтован. У него есть текстура. Были сохранены вот эти все элементы от экстремы, собственно, которые присущи им. Вот. И нож вообще не скользкий. При этом достаточно тонкий. Обух, тонкое сведение. Режет он хорошо. Здесь сталь Magnacat подходит как нельзя лучше. Во-первых, она абсолютно не ржавеет. Ну, скажем так, чтобы она заржавела, надо очень-очень-очень сильно постараться. И плюс у нее потрясающая механика. Это CPM4V, которая сопротивляется коррозии лучше, чем M390-20CV. Для того, чтобы получше понимать габариты этого ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И наверняка у многих возникает вопрос. Так все-таки, кто же делает эти ножи? Потому что я уже несколько раз сказал про сделанного в России, я вам отвечу. Делают их Михаил и Дмитрий в Туле, которые более известны как Наруш или Наруш. Это проект с Ганзе, которые делали, скажем так, реплики на несуществующие в серийном исполнении ножи Эмерсона, Бенчмейт и Торзуолы. И мне попался в руки один из их ножей, я посмотрел качество, мне понравилось. И я предложил им, а не хотите ли сделать не подделку, а все-таки уже какой-то самостоятельный проект, хоть и не доведенный до конца, собственно, самим брендом, решил его довести до ума я. И вот появился вот такой вот прототип, и сейчас делается уже серия. Предлагаю нож разобрать, чтобы оценить его, скажем так, внутреннее убранство. Ну что же, приступим к разборке. Значит, для того, чтобы открутить, либо переставить клипсу, нам понадобится головка номер 8. В моем случае головки не было накидной, поэтому у меня здесь ключ. Используется на 8 тоже. Так, если вы будете туда-сюда переставлять, то, разумеется, грани у вас будут страдать. Вот, в общем, такой вот винтик. Вот у нас клипсочка. Переставляемая левша-правша, титановая. Так, здесь все я уже вам рассказывал, что на шлицах, потому что экстрема изначально и идет на шлицах, и так планировалось, но не получалось раньше этого сделать. Так, осевой. Осевой у нас не на фиксаторе. О, какой здоровенный длинный осевой. Только мы открутили, и видим с вами, что и ось мощная, и главное, что есть антипроворот. Тоже это то, чего мне хотелось иметь на своих ножах, вот именно вот в кастомном вот этом сегменте. Очень хотелось, чтобы так это все и было. Посадка вы видите, да, насколько хорошая. Я думаю, что даже накладочку приходится снимать с усилием. В общем, вот так вот все здесь везде аккуратно фрезеровано. Так. Вот так вот все это дело, парни, выбрано. Вы спросите, а почему с противоположной стороны не сделаны облегчения насквозь? Объясняю. Дело в том, что если это сделать, будет теряться жесткость вот той части с замком. Поэтому решили оставить так. Толстый упорный штифт. Здесь нам понадобится, я думаю, что, наверное, восьмерка. Да? Восьмерка или десятка даже. Сейчас посмотрим. Нет, восьмерка. Смотрите, здесь везде все потайчики. Толстые лайнеры. Вот такие вот шайбы. Упорный штифт. Ой, этот не упорный, а темлячный штифт. Хорошие толстые перфорированные шайбочки. Каленый сухарик. И вот здесь вот стоит у нас шар детента. Большой керамический. Вот здесь тоже все хотелось сделать максимально надежным, максимально толстым. И здесь антипроворот реализован именно D-образной выборкой в лайнере. Давайте покажу. Не выборкой, правильно говорят же, лыской, да? Вот так вот это выглядит. Что здесь вот все вот так вот прям вырезано. Ну, качество вы тоже, думаю, видите. И, собственно, спейсер титановый, на котором у нас внутри написан производитель. И стоит значок RU. Сделано в России. Бесплатный логотип Артемия Лебекева. Здесь вот у нас резьба под клипсу. Вот так выглядит клин. На прототипе вот так вот сокращена магнокат. Но я думаю, что все-таки будет писаться именно целиком надпись. Вот так вот все здесь вытерли заранее под шайбочки. Защитили. Ну, в общем, крайне-крайне я доволен. В общем, вот так все выглядит внутри. И, признаться честно, я очень доволен тем, как получается этот нож. Здесь были реализованы все те моменты, которые мне хотелось именно на серийной версии. Да, я очень боялся, что Экстрема будет делать свои вот эти козырные непроточки у основания, толстое сведение и свою N690. Здесь хорошие материалы. Титан, облегчение сделано в России. Будет сделано 55 всего ножей. И больше этот проект повторяться не будет. Ну, потому что, скажем так, мне нужно было просто закрыть гештальт. Во всем остальном качество мне понравилось. Радует, что это все-таки шайбы. И, наверное, единственное отличие от вот этого вот прототипа. У меня их сделано два для того, чтобы посмотреть повторяемость. Будет это полная надпись MagnaCat. Не вот такое сокращение, а будет чуть меньше надпись. И все-таки сталь будет написана целиком. Все остальное останется так же, как вы видите. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. В ближайшее время, возможно, я вам расскажу еще про какой-нибудь интересный проект, который достаточно старый, но я его, допустим, совсем не показывал. Следите за телеграм-каналом и за ВКонтакте. Там будут все новости, собственно, по этому проекту. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok